Бориса Немцова убили 5 лет назад, но в подробностях того трагического инцидента до сих пор разбираются журналисты. Многие из них подозревают возлюбленную политика в причастности к преступлению, но сама Анна Дурицкая категорически это отрицает. Знакомство Анны и Бориса Немцова произошло случайно. Политик сразу обратил внимание на красивую девушку и попросил ее номер телефона. Дурицкая не сразу узнала, чем занимается ее новый избранник, а когда все-таки выяснила это, была уверена, что Немцов настроен несерьезно. Уже потом он мне сказал, что влюбился с первого взгляда. В нашу первую встречу он попросил мой номер и сказал, что если я его дам, то больше никогда не буду плакать от горя, только от счастья. И он сдержал слово. Следующие два с половиной года я плакала только от счастья, поделилась Анна. Немцов окружил избранницу заботой и вниманием. В период отношений он заваливал модель дорогими подарками, а однажды даже купил ей квартиру в Киеве. Однако для девушки значение имело не богатство избранника, а его моральные качества. Я очень часто думаю о нем. То и дело вспоминаю, как он меня защищал, как заботился. Мне всегда становилось проще после разговора с ним. Борис всегда отвечал на мои звонки, всегда выслушивал, давал советы, рассказала Дурицкая. Однако счастье влюбленных было недолгим. 27 февраля Анна прилетела к Немцову в Москву, даже не подозревая, какой ужас ожидает ее впереди. Почти весь день пара провела в разлуке, политик решал рабочие вопросы, а его избранница ходила по магазинам и гуляла по Москве. Лишь вечером они встретились в ресторане в центре Москвы. Я предлагала Борису поехать на машине, поскольку я ленивая. А он наоборот хотел пройтись пешком. Я решила с ним не спорить, и мы пошли пешком. Когда мы оказались на мосту, я услышала какие-то хлопки и подняла глаза к небу, поскольку думала, что это салюты. Тут же почувствовала, что Борис тянет меня за руку. Оказывается, это были выстрелы. В нас стреляли сзади, поэтому я не видела нападавших. До последнего я думала, что Борису выстрелили в ногу. Но потом я увидела, что он задыхается, что у него изо рта идет кровь. Я только повторяла, Борис, что мне делать. А он уже не мог говорить. И в итоге мне пришлось самой принимать решение. Я побежала к снегоуборочной машине, которая стояла неподалеку, но водитель казался таким безразличным. Он ничего не ответил на мои крики о том, что человека убили. Только подтвердил, что номер скорой 03, рассказала Дурицкая. После этого Анна вернулась к тому месту, где лежало тело Немцова. К тому моменту политик уже был мертв. Рядом с ним находился некий мужчина, который внимательно осматривал тело политика. Не знаю, что это был за мужчина. Он выглядел очень спокойным и тоже молчал. Мне показалось странным, что все эти люди настолько спокойны, ведь человека убили. Я позвонила в скорую, врачи приехали очень быстро, подчеркнула модель. После этого Анна вернулась к тому месту, где лежало тело Немцова. К тому моменту политик уже был мертв. Рядом с ним находился некий мужчина, который внимательно осматривал тело политика. Не знаю, что это был за мужчина. Он выглядел очень спокойным и тоже молчал. Мне показалось странным, что все эти люди настолько спокойны, ведь человека убили. Я позвонила в скорую, врачи приехали очень быстро, подчеркнула модель. Ну, а дальше Анну ждали долгие сутки сплошных допросов. Ее снова и снова спрашивали обо всех подробностях произошедшего. Девушка почти не спала и в какой-то момент оказалась на грани нервного срыва. Лишь через три дня Дурицкую отпустили, после чего она улетела в Киев. Поначалу модель не понимала, почему же ее оставили в живых. Теперь же она уверена, что преступники сделали это специально, чтобы в будущем сваливать вину за произошедшее на Анну в СМИ. Убийство Бориса Немцова нанесло девушке тяжелую психологическую травму, от которой она не восстановилась до сих пор. У меня было посттравматическое стрессовое расстройство. Я до сих пор психологически не восстановилась. Произошедшее изменило мою жизнь, разрушило мою психику. После всего, что обо мне писали, стало труднее доверять людям. После этого для меня закрылась дорога в модельный бизнес. Меня удалили из всех агентств, люди перестали даже здороваться, пожаловалась Анна. Сейчас Дурицкая живет в Киеве и не хочет даже думать о поездках в Россию. Борис Немцов остался важной частью ее жизни, хотя девушке и сложно вспоминать об отношениях с политиком.